Всем добра, санитария, и добро пожаловать в новое видео! И вот скажите мне, вы любите фан-сервис? Фан-сервис от участников мужских групп? Эх, да, иногда этот фан-сервис бывает очень горячим, а иногда немножечко гейским, иногда слишком гейским. И да, это не обидное слово, это просто как бы выражение того, что все привыкли видеть. Но есть одно но, то, что такой вот чрезмерный фан-сервис или такое увлечение поцелуйчиками с другими участниками групп может сыграть с ними злую шутку, если они решат выступать где-то в другой стороне. Далеко ходить за примером не надо. Я думаю, уже все слышали вот эту вот историю с группой BTS, когда по некоторым вот таким вот именно причинам показ их фильма стали отменять. И их стали как-то не так называть на телевидении иностранном. Это то, чего мы никогда не поймем. Так что давайте посмотрим на качественный и некачественный фан-сервис со стороны участников мужских групп в плане проявления такой любви, чисто мужской любви, в самых разных ситуациях. И да, чтобы охладиться, лучше возьмите себе мороженку или какой-нибудь холодный чаек или холодный сок, потому что я чувствую, сейчас будет очень жарко. Ну и да, конечно же, обязательно подписывайтесь на канал, ну а мы начинаем! И да, я сейчас буду говорить не очень много и по делу. Это то, что вы здесь видите, Баро и Сандель. Это как бы часть пародии на Бой Сауэр Флауэрс. И да, этот поцелуй действительно в тему, и это выглядит действительно красиво и совсем не пошло. Далее идет немножечко горяченького, просто потому что это G-Dragon и Топ. И это пародия на Secret Garden. И вот это вот тот самый момент, когда ты смотришь на них и понимаешь, что если бы G-Dragon не открыл глаза, можно было бы продолжать думать, что он девушка. Вот здесь вот с Топом уже немножечко другой человек, и это Сэнри. И уууу! Это еще гораздо более жаркий момент. Просто потому, что этот поцелуй просто супер страстный, супер страстный поцелуй для пародии на Secret Garden. И супер страстный поцелуй, учитывая тот факт, что это два парня. Далее идут участники группы BTS. Это, конечно же, V и J-Hope. Когда два странных человека пытаются биться об десны, один обязательно будет плеваться. В данном случае плюется J-Hope, потому что чего-то гейством запахло. Потому что V его решил засос поцеловать. Далее просто несколько кадров. Это Сюмин и участники группы EXO. Участники группы EXO очень любят целовать Сюмина. Сюмин при этом все устраивает, поэтому он спокойненько терпит все поцелуйчики и даже ими немножечко наслаждается. И это еще не конец. Он здесь еще раз появится, но уже в более таком странном и даже, я бы сказала, подозрительном флуа. О да, участники группы GOT7. Зиньон и Бэмбэм. Сначала, кажется, одному из них вообще не нравилось происходящее, потому что он пытался отвертеться от всего. Но потом, кажется, даже во вкус вошел. Хотя, с другой стороны, можно подумать, что ему не так нравится, как щекотно. Потому что какасток и шея для многих является довольно-таки щекотной зоной. Далее, еще один момент, связанный с участниками группы GOT7. Но на этот раз это Джексон и Джейби. Развратили Джейби! До чего дошли? И, в общем-то, это та самая игра, которая чаще всего запускается на каких-либо корейских шоу. Это передача бумажки ртом. Эта бумажка любит куда-нибудь падать, и еще что-то происходить. И участники просто пираты начинают сосаться. Что здесь, собственно, и произошло. И Джексон этому определенно не рад. Момент связанный с тем, что выглядит как норма. Потому что это Хичоли Солмин. Это действительно выглядит как норма. Я не могу сказать, что это странно. Они выглядят так, как будто бы они парочка. А вот эта вот парочка, они довольно-таки странные, но тем не менее, как бы многие говорят, что они мамочка и папочка. Потому что это Джин и Джун. Вот почему-то Сок Джин более довольна этим поцелуем. Интересно, почему. Далее идут Чимин и Джей Хоу. Но тут у меня просто только один вопрос от происходящего. Ребят, это что за беспорядочные движения бедрами? И танцы какие-то непонятные. Что вы творите, а? Но при этом есть один единственный человек в группе, который не отворачивается от поцелуев Тихёна. В основном от поцелуев только Тихёна. Потому что это Тихён и Чонгук. Да, Тихён у нас в любой момент может поцеловать Чонгука. И тот никуда не денется. Далее момент еще более горячий, чем поцелуй. И мы возвращаемся к Экса. И мы возвращаемся к Сюмину. Ну, и также мы возвращаемся к Дио. Ух, горячий дуэтиц, который любит потрогать чужие жопы и чужие выдающиеся мужские места спереди. Я не буду называть это прямым текстом. Но да, эти два парня действительно любят полапать других участников своей группы. И вот это вот странно. Какой нормальный парень будет трогать другого нормального парня за его интимное место, когда на них все смотрят? А теперь момент, я бы не сказала, что горячий. Но при этом очень и очень и очень и очень пошло. Чрезмерно пошло. Потому что это Эмблэк. Эмблэк и очень странные действия участников. Потому что куда он нафиг смотрит? И что он собирался сделать? Что его взгляд пришлось отводить? Кажется, мы ничего-то не знаем о них. Тут, конечно же, можно сказать, что фанатам этой группы очень-очень повезло. Немножечко. Повезло только наполовину. Наполовину, потому что это Шивон. А Шивон любит раздеваться. Когда Шивону жарко, очень жарко, он при этом пытается раздеть других участников. Ему не помешало бы под холодный душик и перестать других трогать. Потому что иногда это выглядит, я бы сказала, слишком. Слишком жарко. Ну, а сейчас момент немножечко памятный, потому что он касается Джон Хёна. Но я не могу это сюда не вставить, просто потому что это будет нечестно. И, с другой стороны, это очень красивая такая и эффектная память об этом человеке, помимо тех песен, которые он создал. Это Джон Хён и это Ты Мин. И я надеюсь, что фанаты помнят этот момент, потому что он действительно не даёт мне покоя. Давайте объявим эту парочку самой горячей парочкой данного видео. Потому что сейчас мне стало действительно нереально жарко. Ну, и ещё один момент, связанный с бумажками. И кажется, эти бумажки, а точнее, игра с ними и с поцелуями с бумажками заводят только участников группы 2PM. Потому что только они получают какое-то непонятное удовольствие от передачи бумажки ртом и случайных поцелуев. Далее момент довольно-таки странный. Просто по одной причине. Биг Хит. Давайте-ка мы будем цензурить сосочки участников, чтобы их никто не видел. Не обратим внимание на тот факт, что фанаты уже видели мемберов, блин, полуголыми. До этого в различных видео, которые сам Биг Хит выпускал. Нет, давайте будем цензурить их сосочки. Чё ж, никто не видел. У всех сосочки-то разные. И тут Джин просто взял и покрутил сосок Чунгука. Ну, а Чунгук на фонсайне решил покрутить сосок Джину. Обычные мужские игры. Конечно. Я же так делаю. Ну, скажите. И третий очень-очень-очень жаркий поцелуй между участниками мужской группы. Это Блог Би на Saturday Night Live. И это действительно было жарко. И они действительно получили довольно большую часть такого вот хейта за то, что это вообще выпустил кто-то. Потому что многим людям кажется это ненормальным, а поцелуй слишком страстным. Но нам понравится. Ну и давайте на этом закончим. Просто потому что иначе у кого-то будет переизбыток гормонов. Нет, это я не про себя. И да, это действительно отчасти было очень горячо. И о многих моментах, возможно, некоторые из вас даже и не знали, и не подозревали. Это именно фан-сервис. Они это делают, потому что фанатам это нравится. Если бы фанатам это не нравилось, они бы не вели себя подобным образом. Но тем не менее, да, относительно некоторых участников можно заметить такое вот реальное пренебрежительное отношение ко всему этому. Вот это и является их ответом на тот момент. Нравится им этот момент. И их просто заставляет так себя вести. Да, многих из них действительно заставляют. А некоторые, ну, как бы привыкли подружить, целоваться. Почему бы и нет? Все же так делают. Они же между своим полом это делают. Да, это мы просто на девушку еще не смотрели. Ну, а если вы хотите какой-то подобного рода видеоролик, связанный с, ну, например, женскими группами, со странностями женских групп, то пишите об этом в комментариях. Мне будет очень интересно почитать. Ну, и также напишите свое мнение относительно вот таких вот моментов фан-сервиса. Нравятся они вам? Или вы бы лучше убрали их? Или заменили на что-то более интересное? Менее горячие? Или наоборот, более? Да, мне будет очень интересно узнать ваше мнение. Дамочка, наманная! Я работаю на ню! Класс, мне да! Ань-ня! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok